Номер пятнадцатый Ангелина Амбрашевич и номер двадцать пятый Анастасия Феклистова. Главный третий команды Юрий Черняк, тренер Виктория Натсун и Валентина Новойчук. Команда «Цлоги». Номер третий Валина Костюковец. Номер пятый Ксения Мещевич. Номер седьмой Алла Муравская. Номер восьмой Бринги Шонс. Номер девятый Екатерина Рыбалко. Номер пятнадцатый Екатерина Корчевская. Номер шестнадцатый капитан команды Евгения Екатенко. Номер семнадцатый Ирина Жденская. Номер двадцать первый Полина Веробей. Номер двадцать пятый Екатерина Еремеева. И номер тридцать второй Ирина Макуза. Главный тренер команды Андрей Вавлин. Тренер Сергей Свет. Так, а мы со звуком. Судьи национальной категории Илья Витратовик. Проверьте, пошел. Денис Аксуриевич и Макс Троцкий. Комиссар начального судья высшей национальной категории Виталий Изман. Город Рудитин. За учетки в республике Беларусь. Могу поговорить? Раз, раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, мы видим судейский корпус готов, где Макс все здесь хорошо. Ну и, собственно, мне кажется, еще один момент нужно проаннотировать. Сегодня день рождения празднует игрок новой команды Олимпия, город Гродно, Вероника Самойлю. Давайте поддержим, аплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы нам всем и вероятнее, в частности, желаем хорошего настроения и отличной игры. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Вот играют и Василевич, играют и Венская. Это те девочки, которые у нас выступали в Минске в 2018 году на чемпионате мира домашнем, который проходил здесь в столичном дворце спорта. Сейчас спортсменки уже, по сути, занимаются одни из таких ключевых позиций в составе своих команд, и это радует. Отмечу то, что в прошлом сезоне было принято впервые такое правило в чемпионатах. Это правило получило такое, ну, как бы, счастливое название среди членов исполкома, правило Артема Секушенко, чтобы игроки, вот в этом сезоне это будут игроки до 23 лет, находились вторую четверть на площадке в составах своих команд. Для чего это сделано? Чтобы у клубов была заинтересованность подписывать молодых игроков, и чтобы молодым игрокам дать как можно больше соревновательной практики и возможности проявить себя. Вот Артем Секушенко успешно справился, выступая в одной из сильнейших команд чемпионата, справился с этой задачей, продемонстрировал себя, и поэтому, ну, получилось такое правило Артема Секушенко. В этом сезоне такая практика будет продолжена. Взяли мы это не сами придумали, а взяли за основу практику польского и венгерского чемпионатов. Мы видим, что за последние годы, в частности, венгерские молодежные команды сделали большой скачок в своем развитии, очень много дружин вышли в дивизион А, поэтому мы всегда учимся. Ну да, и, кстати, в 3 на 3 они тоже очень высоко поднимаются в турнирах, не только в классическом баскетболе. Ну, я думаю, что здесь вот у нас это не столько, ну, мера, которой нужно следовать, она сама по себе присутствует, как вот Настя уже было сказано, много действительно молодых игроков в ростерах. И я думаю, что, учитывая их уже подготовленность, не так сложно будет их включить даже и в стартовые пятерки. И даже Василевич, она фактически уже третий сезон проводит в Олимпии и является таким уже лидером. Ну, мы видим, что и Наталья Трофимова привлекает и Василевич, и Венскую вот именно после этого чемпионата мира на сборы национальной команды. Потому что мы все понимаем, что должен быть резерв, и резерв должен быть там не один, два человека. Чем больше их, тем у тренерского штаба больше возможности выбрать оптимальный состав национальной сборной, потому что, ну, развитие – это тот процесс, который нельзя остановить и нельзя возобновить. Вот, он должен быть непрерывным, и пока мы видим, что тренер прилагает все усилия для того, чтобы это развитие шло. И, в частности, появлялись новые молодые девочки. Скажем, что уже в этом году на базе училища Олимпийского резерва, как раз вот на этой площадке, началась подготовка сборной 2007-2008 года. Тренер Ивановская, молодые девочки со всей республики собраны здесь. Надеемся, что в будущем это также будет хорошее подспорье нашей женской национальной команды. Сейчас проходят игры в «Смоках», играют уже в 8-й, 9-й, 10-й, 11-й год. И если взять ту работу, которая ведется в Гродно, которая ведется в горизонте, Минская область, столичных «Смоков», то мы видим, что также вот именно этот возраст – неплохой подбор игроков и интерес достаточно. А можно вот в этом контексте буквально пару слов о инициативе ФИБА, ее мир, ее правила, которые вот широкий размах как раз у нас приобрела, с хорошим освещением в СМИ, с интересом со стороны спортшкол, родителей, ну и, конечно, самих молодых спортсменок. И какое продолжение будет в этом сезоне у этого проекта? Ну, если брать много европейских стран, то, конечно, посмотрим Испанию, посмотрим Францию. Большое внимание уделяется именно мужскому баскетболу. Женский баскетбол как бы на вторых ролях. Совсем иная ситуация в Республике Беларусь, где традиционно наша женская команда демонстрирует высокие спортивные результаты. Поэтому, узнав, что будет такая программа в ФИБА Европы по развитию женского баскетбола, Беларусь активно в нее включилась. Почему? Потому что это дополнительный источник финансирования. Выделяется грант на развитие и на реализацию программ. Скажу сразу, что он не целиком покрывает все расходы. Это 50 на 50. Но, учитывая то, как проводится программа в Республике Беларусь, а Федерация регулярно предоставляет все отчеты, и финансовые, и видео, и фото, нам всегда выделяется максимальный грант. Вот сейчас мы также заявлялись на следующий сезон. И мы уже будем работать не только с девочками с 7-го, 8-го года, но будем активно подключать 8-й, 9-й, 10-й, 11-й. Тут самая главная задача – это не медали, не награды, а вовлечь как можно больше девочек в секции. И, в принципе, если брать уже прошлый год, то в этом году, вот в этом сентябре, у нас рекордные наборы, в частности в Горизонте, в Змоках Минск, именно девочек. Девочки хотят заниматься баскетболом, родители хотят, чтобы их дочки в будущем, наверное, попали в национальную сборную, играли в лучших европейских клубах, возможно, где-то попали в женскую NBA. Интерес есть, и мы стараемся создать все условия для того, чтобы спортсменки и маленькие девочки могли реализовать свои мечты. Ну и родители – это наши самые главные помощники, конечно, в развитии спорта в Республике Беларусь. – Хорошо, спасибо за такой подробный разбор. Три минуты осталось играть в первой четверти. 15-11, Смоки, которые вот так неожиданно оказались, ну, как раз-таки Смоки, наверное, более ожидаемо, чем Олимпия, прошли мимо финального матча. Ну, попрошу, может быть, вот по самым интересным трансферам, по самым интересным игрокам, вот по вчерашнему дню. Есть какие-то личные, не знаю, тут уже симпатии, предпочтения вот из числа играющих как раз сейчас команд Смоки и Олимпия? – Если брать, конечно, Смоки и Олимпия, то тут, ну, в основном, внимание, конечно, уделяется на белорусских игроков. Почему? Потому что нам они нужны для формирования молодежных сборных. Видим, та же игра здесь традиционно Васильевич. Вернулась Галикова, наконец-таки, полноценно. Вот, страдает спортсменка травмами. Тогда же, в 2018 году, она не смогла выступить у нас на чемпионате мира. Безусловно, не самый сильный состав в этом году у команды Смоки Минск. Отказались они от, ну, дорогостоящих легионеров и решили все-таки сосредоточиться на подготовке именно белорусских игроков. Вот, что, ну, конечно, радует, потому что понятно, что легионеры не смогут выступать ни за одну сборную, ни за национальную, ни за молодежную. Вот, и это решение, ну, было поддержано. Мы понимаем, что это достаточно сложное решение для команды было. Но привлекли в состав команды, что Смоки Минск, что в состав команды Смоки БГУ, выпускниц училища Олимпийского резерва. Это спортсменки 2003-2004 года, которые на протяжении нескольких лет вели подготовку под руководством под обед. Вот, сейчас она возглавляет команду как раз-таки Смоки БГУ. Ну, в принципе, это решение было для Смоков достаточно сложное, но результат этот будет, конечно, не через год, но будем надеяться, что несколько лет понадобится на то, чтобы в этой команде, вот как мы видим в Олимпии, да, которая играет, по сути, своими воспитанницами, будет также сформирована вот такая вот длиня, как бы политическое развитие. Потому что нам нужен резерв для национальной команды, и я скажу, что именно для этого и проводится национальный чемпионат, чтобы дать как можно больше игровой практики нашим белорусским игрокам, ну, в первую очередь, конечно, молодым. Ну, я не вполне соглашусь. Мне кажется, чемпионат, вот вчера тоже говорил об этом, сам по себе имеет тоже ценность для зрителей, и большое число вот аудитории собирается. Меня лично вчера вот порадовала, конечно, игра единственной легионерки Смоков, Смоков, Бритни Джонс, 29 очков за игру, и вот сейчас мы видели, как еще два очка она эффектно принесла команде спаса Екатерины Корчевской. Буквально тут уже меньше двух минут осталось сыграть. Ну, я хочу объяснить нашей аудитории, на самом деле большая работа проводится Федерацией, и мы сейчас меньше времени уделили происходящему на площадке, но как раз с тем, чтобы показать, какие сейчас события происходят, какой будет календарь, и, ну, наверное, вот последний вопрос из этой уже области. Вот по детским соревнованиям, тут кое-что было сказано, но сохранится ли лига Слодыч, Дюбл, выступят ли команды международных соревнований, ну, а уже во второй четверти вернемся непосредственно к тому, что на площадке происходит. Лига Слодыч, это уже стали традиционные соревнования, с каждым годом рекордное количество команд растет, проявляется интерес, и это очень важно. Международный календарь пока еще, конечно, есть вопросы, вот, но мы будем делать, как только откроются границы, как только появится малейшая возможность привлекать различные турниры на территории Республики Беларусь, и будем оказывать всяческую поддержку нашим командам, которые хотят играть за границей, набираться соревновательного опыта уже с более сильными командами, но скажу так, что был тренерский совет, заседание, выразили такое желание, наши тренеры, работающие во всех детско-юношеских школах в Республике Беларусь, создать так называемую еще молодежную, либо студенческую лигу, для того, чтобы у ребят был более, как бы... Да, вот очень хочется, чтобы развивался именно студенческий воскресенье, чтобы те мальчики и девушки, которые не подписались с клубами, имели игровую практику за университеты, все-таки, ну, какую-то модель создать свою, ну, по аналогу с Лигой в России, ну, не хочу уже там НКА упоминать, но все-таки. Да, есть заинтересованность тренеров, сейчас будем изучать, как финансовую возможность организации данных соревнований, так, конечно, и техническую, потому что многие регионы испытывают сейчас, как бы, сложность, нехватку спортивных баскетбольных залов, которые соответствуют всем требованиям ФИБА, вот, очень многие вынуждены тренироваться в залах, приспособленных именно для занятий волейболом, но не баскетболом, поэтому необходимо решить ряд вопросов, но проведение таких соревнований, конечно, позволит включить переход спортсменов из детско-юношеского спорта в профессиональный, потому что зачастую спортсмены, которые имеют, ну, как бы, позднее физиологическое развитие, они теряются в этот момент и уходят из баскетбола. Чего нам, конечно, бы не хотелось, почему? Потому что достаточно серьезные финансовые средства, в первую очередь, вложены в этих атлетов, а во вторую, ну, наверное, у каждого ребенка, который приходит в баскетбол, есть его мечта, и мы не вправе лишать ее. Поэтому надеемся, что этот проект получит продолжение, может быть, не в следующем сезоне, не так быстро, но работа над этим уже началась. Ну, и вот в оставшую минуту хочу спросить о том, вот как развивается партнерство с спорт ТВ БАЙ. Знаю, что будут показы этого сезона, как минимум мужского чемпионата. Классный действительно продукт, который делает ближе аудитории, не все могут прийти непосредственно на арены. Вот как развиваются эти отношения, и насколько у них вообще перспективы большие? В первую очередь хотелось бы выразить слова благодарности всем сотрудникам, а также руководителям Елене Местерович, которая сама выступила инициатором организации подобных трансляций. Теперь уже, наверное, всем болельщикам баскетбола тяжело представить то время, когда все игры чемпионатов, мужского и женского, не транслировались. Сейчас все могут посмотреть игру, поболеть. В частности, это снимает и вопросы, например, многие судейские, когда мы можем увидеть ошибки, проанализировать, сделать какие-то выводы. У нас, кстати, вот в этом сезоне, с сентября месяца, впервые мы вводим систему немедленных повторов. Да, применялась уже на финале мужского чемпионата. Это тоже была одна из инициатив, которую высказал и наш отдел по проведению соревнований, и Спорт ТВ. Готовим специалистов, которые будут работать на оборудовании. То есть стараемся сделать все, чтобы каждый, кто любит баскетбол, кто переживает за наших спортсменов, спортсменок, мог увидеть воочию все соревнования, поболеть, несмотря на то, что, возможно, в этот момент он находится где-то дома, и не может идти на площадку. Но ничто не заменит живого и общения со спортсменами, и живой игры, так что лучше приходите в зал, болейте, поддерживайте. Я думаю, что вашим любимцам эта поддержка всегда очень важна, потому что спортсмены – это те же артисты, которые выступают на соревнованиях, и хотят видеть отдачу тоже со стороны болельщиков, потому что они соревнуются именно для вас. Спасибо, Анастасия, за обстоятельный рассказ, за экспорт в ситуацию сейчас в национальном чемпионате, в нашем международном календаре предстоящем. Хорошего сезона, командам пожелаем тоже хорошего старта. Ну и предлагаю зрителям две минуты отдыха между четвертями, вернемся в эфир уже с более конкретным баскетбольным контентом. Благодарю, Анастасия. Спасибо и вам большое. Болейте за наших спортсменок. Женский баскетбол прекрасен, а белорусский женский баскетбол прекрасен вдвойне. Ну что ж, полминуты еще остается в небольшом перерыве между двумя четвертами. Сделаю быстренько небольшой обзор. Повторюсь, что действительно пришлось использовать эту возможность. Сейчас старт сезона, первые матчи, много накопилось информации у федерации. Не предоставить им такую возможность было бы тоже неправильно. Поэтому сейчас возвращаемся к непосредственным событиям на площадке 22-21. Хорошую четверть ровную провели обе команды. Да, Смоки предсказуемо уже, наверное, учитывая изменения в составе. Вчера, можно сказать, по третьим четвертям отказались от затеи, проливаться в финал. В этом году уже точно кубковый трофей смеет своего владельца. Ну а вот поражение Олимпии вчера просто произвело тут впечатление. Быть впереди на 18 баллов еще в начале третьей четверти и затем упустить победу. Но она ковалась в основном как раз-таки членами национальной сборной по 3 на 3. И в основном это Наталья Дашкевич и Анастасия Сущик настроили команду, стали теми лидерами, которые вывели команду вперед. Сейчас Ольга Копылова приносит два очка Олимпии. Юрий Синяк, тренер Олимпии, как раз и сетовал после матча, что именно не хватило лидерских каких-то проявлений в составе его команды, подрастеряли владение в игре и не смогли спасти этот матч. Но вот сейчас смотрим, что не так просто дела складываются. И в этом матче не создается пока такое видимое преимущество, хороший настрой у Цмоков. Уже отмечала, еще раз напомню о том, как здорово вчера смотрелась американская разыгрывающая Бритни Джонс. Она причем играла вчера не только на позиции плеймейкера, но и в паре с Полиной Костюковец и Ириной Венской на позиции второго номера. Ала Муравская из-за трехочковой дуги выводит сейчас Цмоки вперед. 27-25. Олимпия берет тайм-аут. Да, я думаю, что более импульсивно, более проведет сейчас тайм-аут Юрий Синяк. Вчера мне тоже показалось на какой-то момент, что даже на тренерском мостике присутствовало такое спокойствие. Казалось, что... Ну, именно спокойствие, а не успокоенность. Казалось, что все-таки команда удержит этот матч. И сейчас, конечно, задача побороться за бронзовое место, сохранить трофей. По прошедшей первой четверти видим, что ведущей роли сейчас у Яны Галюковой 10 очков. Помогает ей пятью баллами Василевич. Два очка у Сутистовой, два на счету у Яны Ясновец и у Яна Скиба 3 очка. Вчера лидировала однозначно Джонс. Ей помогала Муравская. Сейчас они также в лидерах у Джонс 9, у Муравской 6. Рыбалка Екатерина 4. И хорошо смотрится от первой четверти Екатерина Корчевская 8 баллов. Видели, как из прохода, из дистанции забивала. Хорошо сейчас сыграли в пас. Но не получается у Яны Галюковой отправить мяч в кольцо. Вчера очень неплохо, кстати, тьмоки оборонялись. Достаточно хучно и применяли зонную защиту. Но, к сожалению, те рывки, которые Горизонт совершал в своей части четверти, плюс 7, плюс 14, ну вот оставили Олимпию неудел. Ой, прошу прощения, оставили тьмоки неудел. Муравская из угла площадки. Не точно здесь на съеме отборолась Надя Надежко. Екатерина Рыбалка, номер 9, 3-й. О, Фалам, да, вот Рыбалка смотрим. Видели мы вчера, как в игре БГУ Тьмоки и Олимпия очень много было запалившихся игроков. Первую площадку покинула Марина Ивашенко. И вот казалось, что, в общем-то, с ее уходом и исход матча решен. Может быть, вот это тоже повлияло на Олимпию. Потеряли минчанки своего лидера. Но, как уже говорила, усилиями Дашкевич и Сущик игра вернулась. Невероятный камбэк девчонки совершили. Я думаю, вчера посмотрел и получили большое удовольствие. Бритни Джонс с мячом в проходе и таким навесом получает замечание. Яна Галякова спорит с арбитром. Ну, такой неявный фол. Но все-таки Бритни Джонс отправляется на линию штрафного пробивать. И тем временем Яну Галякова меняет Катерина Карпу. Говорили также тренеры о том, насколько сейчас сложно вернуться в игру после долгого простоя. Причем в таких измененных составах. Было бы нарушение и шел мяч обратно за центральную линию. Но арбитр дает муравское фол, сохраняет представительницы Гродно мяч. Юлия Василевич. Вчера, наверное, была таким лидером, который до конца не опускал рук. Тащил команду. Но вот с процентом попаданий в четвертой четверти уже совсем не складывались дела. Вообще понравилась игра Олимпии. Я не скажу, что какие-то явные слабые стороны были в игре. Наоборот, порадовало нападение. Очень слаженно собрано, сыграно действовали девчонки. И вот пока с процентом попаданий все было неплохо. И был создан вот этот вот приличный отрыв. Но затем эффективность упала. И этим воспользовались девчонки из БГУ. Ирина Венская. Вот хорошая, кстати, задняя такая пара. Видно, что уже нашли в тренировочном процессе понимание. Между собой я имею в виду Бритни и Ирину. Смоки младшие в этом сезоне остались без Виктории Гаспер. Говорила вчера. И, в общем-то, это самый громкий трансфер сезона в женском чемпионате. Ну, наверное, наравне это присутствие Анастасии Веременько, также в составе «Горизонта». Конечно, сложнее действовать. И говорил Андрей Вавлев, что строят игры от атак с периметра. Не все вчера получалось. Не все было реализовано. Но тренер сказал, что будут наращивать свои возможности в этом компоненте. Потому что компенсировать отсутствие больших игроков в этом сезоне уже не представляется возможным. Хороший сольный проход от Бритни Джонс. С сопротивлением. Она и в прошлом матче вчера обостряла, забивала. Ну, а здесь очень быстрый ответ. Хороший быстрый отрыв. Кстати, и вчера Олимпия много очков набирала именно с быстрых отрывов. Особенно в первой и второй четверти. Быстрый переход от защиты к нападению. Видно, что физические девчонки готовы. Но на четвертую четверть их вчера все-таки не хватило. Ольга Копылова практически уже прошла Ксению Вобещевич. Но сзади все-таки Ксении удалось с мячем направить, сбить атаку Ольге. Вот появляется единственный большой игрок минской команды. Ольга Куца с ростом 196. У Яны на самом деле и вчера получались и подборы. Очень усилила здоровая игру под щитами. Ну и в атаке играли партнеры, снабжали мячами. Играли на Яну. Но, к сожалению, с реализацией было сложно. Много неточных бросков. Близко опекает Яна Ивановец. Но судья тут не реагирует свистком. И не получается у Яны выиграть свою американскую визави. Кстати, всегда говорю об этом. Ну здорово, что вот такого класса игроки есть в командах. Есть чему поучиться и в тренировочном процессе. И непосредственно в матчах. Ну не тушуется наша молодежь. Даже вот по этому эпизоду видно, как старательно взащится. Сейчас отработала Яна. Ксения Вещевич издали не точно. Но вот основная работа Яны Макуца, она с ней справляется, что касается подборов. Но вот с добиваниями пока не очень. Ольга Копылова легко прошла свою молодую защитницу. Слегка подняла. Ну на опыте, конечно, понятно, что в арсенале у Ольги уже огромное число элементов. И вчера, кстати, капитан команды тоже пользовалась и хорошо смотрелась в этом матче. Заступ, заступ. Задвинули. При всей комплекции и антропометрии задвинули Яну Макуцу вплотную к лицевой. Но, к сожалению, нарушила Яна. Линия заступ. Особое внимание в матче вчера обращала на игру молодых игроков. Полина Горобей и Полина Костюковец, последняя из которых сейчас на площадке. Но здесь видим, как Екатерина Карпуха тут в хорошем развороте с фолом забивает. Вполне вероятно, принесет три очка своей команде в одной атаке. Почему обращаю внимание на молодых игроков, исполнительный директор федерации говорила, что радует, насколько в этом сезоне команды пополнились именно молодежью, у которой много будет игрового опыта. Ждут, конечно, резерв и в рядах национальной команды. Давно напрашиваются уже обновления, омоложения. Ну вот, слово за молодежью. Как они, насколько они будут готовы принять этот вызов? Ольга издали подстучала мяч, и ближе, ну, все-таки пас, вернее, бросок неточный. Здесь хорошо в зону ворвалась, дождалась паса, вернее, моментально получила пас от Джонс, но не реализует эту возможность Полина Костюковец. Ну, тут, да, казалось, Полина тут однозначно пролетает, но все-таки зацепила Ульяну Скиба, падение, ну и, соответственно, персональное нарушение. Тем временем у Цмоки Минск уже исчерпан лимит в пять командных замечаний. Здесь фолл при броске, но любое замечание уже будет наказываться двумя штрафными. Четырехочковое преимущество имеет Олимпия, но оторваться не может. Оторваться не может, и к середине второй четверти, практически уже даже к последней третьей второй четверти, и пока счет такой очень рабочий на табло мы видим. И Катевина Рыбалка на Яну. Ну, не получается сегодня у Джонс реализовывать свои проходы. Вчера действительно был такой выдающийся перформанс в ее исполнении. Ну, наверное, сложно второй день на таком же уровне, второй подряд игровой день на том же уровне демонстрировать свое мастерство. Тем более, вчера, наверное, были эмоции. Первый матч в новой стране, в новом клубе, в новом чемпионате. Хотелось показать все, на что способно. Ну, конечно, класс игрока подтверждается тем, что это делается регулярно сегодня у Джонс. Ну, тем не менее, 10 очков на ее счету. В любом случае, больше всех она приносит своей команде сегодня. Тем более, только половина игры пока прошла. Незасчитан будет этот мяч, забитый сейчас Полиной Костюковец. И одновременно, 13-й, 3-й. Бритни Джонс. Не забивает Полина. Полина – игрок, появившийся в составе «Смокип», пришедший из команды «РГУОР». Там она была, ну, не скажу, единоличным лидером. Они делили полномочия в равной степени с Полиной Веробей, которая также подписала в этом году контракт с «Смоками». Ну, вот вчерашний матч показал, что есть, конечно, проблемы с саплиматизацией в новой команде. Несмотря на то, что Полина вышла в старте, Пьяна их на вес совершает перехват. В таких случаях сложно кого-то обвинять. Конечно, с классической точки зрения ответственность лежит на пасующем. Но и получающий мяч, а именно та же Костюковец могла бы подработать ногами и этот пас все-таки сохранить. Сохранить. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Фиксирует арбитр... Фолл... Ксении Вобещевич... Ну а так как у Смоки Минск... Уже исчерпан лимит... То, конечно, это будут пробивные... Два броска... Исполняет Яна Галикова... Яна Галикова... Видим, что Олимпия пытается... Поближе... Уже атаковать в защите... На 3 четвертой площадке играют... Вошлось без инцидентов... Для... Минской команды... В этой атаке не успела увидеть... Переходит ли эта защита... В оборону зоной... Скорее всего... Ну а здесь... Алла Муравская сказала... Свое веское слово... Три очка... В общем-то... Особых трудностей не возникло... Точно так же зоной обороняются... Смоки против Олимпии... Но здесь через быстрых два паса... Олимпия тут недолго... Взламывала оборону... Смоков... И... Быстро забивает... 26 секунд... Во второй четверти... Бритни с дистанцией... Ну... Совсем сейчас... С атаками не идет... Стоило бы, наверное... Сыграть на Муравскую... Которая сейчас... Хорошо получилась... Предыдущая атака... 5 секунд... Василевич в проходе... Хорошо уходит от своих... Двух оппонентов... Забивает... Юлия... Ну и в общем-то... Вот этим акцентом и заканчивается... Первая половина встречи... 42-36... 15 минут... Отдыхают команды... Отдыхаем мы... Но... Надеюсь... Что вернетесь в эфир... Вместе с нами... И продолжим... Смотреть за этим матчем... Вместе с нами... 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 Продолжение следует... 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 Возможность Понятно, что в интересах Олимпии Сейчас максимально это время Использовать, не делать поспешных атак Мяч от ноги Венской покидает площадку 4 секунды Обнулили время 14 секунд Странно, должно было оставаться В те же 4 секунды Но для Олимпии Это хорошо Здесь рыбалка блокшот делает без фола Накрывает Гуликову Джонс Атаковала, забивает Забивает с подбора И пошла пойти под кольцо Хотя была возможность броситься из-за дуги Но тем не менее Кроки результативны в атаке 72-74 22 секунды Ну допустим, Олимпия использует полностью свой лимит Атакует на последних секундах Помним, что есть в запасе фолы Можно останавливать игроков не при броске И команда не будет за это наказана В любом случае Останется еще время на ответ У смоков Даже если забьет Олимпия двухочков Это будет 4 очка Ну в общем, разные могут быть сценарии Варианты, конечно Идеальная ситуация Что смоки смогут сейчас отработать в защите И атаковать То есть шанс вести этот матч К ничьей очень большой Увидим ли мы овертайм Посмотрим Хорошая игра В общем, весь матч держали команды Нас в напряжении И вот судьба третьего места В женском кубке решается На последних секундах Что может быть лучше Для болельщиков Для аудитории Ну и для самих команд Всегда в такие моменты Интересно наблюдать За действиями игроков Тренеров Ну что ж, смотрим 22 секунды 72-74 На 2 очка Олимпия впереди Близко играют Смоки опекают Будет, наверное, и в отбор идти Очень близко Боковой Копылова получает мяч Остается на атаку Но уже Не атакует Сколько же секунд уже Атаковали Да, забивает Забивает буквально На флажке Да, победа Олимпия Молодцы Задержали Затерпели 72-76 Поздравляем Жодинскую команду Завоевывают они Бронзовую медаль Кубка Смоком Ну, в полной мере Респект за этот матч Девчонки боролись Держали всех нас в напряжении Здорово смотрелись Поздравляем Напоминаю, что через Полтора часа Через час начнется Следующий матч За золото Поспорят команды Горизонт И БГУ Создатели вчерашнего Такого прорыва Матча с Олимпией Поэтому Жду всех вас в эфире Не прощаюсь Ну, а команды Поздравляем Завершением Данной игры Привет С Новым Рождением Фух Ну, что ж Совсем со всех сторон Буквально Через час Чуть меньше Остается Горгий На этом матче И уже Вот-вот Горгий Разумеется На парке С Новым Рождением Для победы С Новым Рождением Прибал Остается Не фон Чем больше Мне И Хорошо Прискалась Шось С Новым Рождением Ст territor Правильно Разумеется Продолжение следует... Продолжение следует...